Вы говорите карьера. А что такое карьера? Вся жизнь это карьера, от рождения до смерти. И я отношусь к этому философски. Юношей мы мечтаем о чем-то, кем-то стать, чего-то достиг, достичь. Я практически достиг того, что я хотел в юности. Я хотел стать юристом, я им стал. Я хотел закончить учебу в Московском университете. Я поступил в Московский университет, когда и платы не было, и денег не было. Я поступил сам, я закончил его с отличием. Я стал юристом, я считаю, что стал хорошим юристом. Я доктор юридических наук. У меня есть статьи, у меня есть имя среди этой. Я стал сенатором, членом святой федерации. Что мне еще в этой профессии делать, скажите? Я, честно говоря, не вижу чего-то нового, чего хотел бы достичь. И с точки зрения, поэтому мне интересно, эта профессия мне дает жить. И я думаю о том, что я, скорее всего, восстановлю адвокатский статус. Я окончательно еще не решился этим. И буду работать адвокатом. Но насколько интенсивно, я не знаю. Может быть, это не очень интенсивно будет. Но просто, чтобы зарабатывать какие-то деньги на жизнь. И делать то, что интересно. Но далеко не все. С точки зрения карьеры государственного служащего, некоторые думают, что карьера государственного служащего – это такая синякура, что ли, где ты получаешь пост, потом на нем сидишь, ничего не делаешь. И получаешь какие-то там огромные деньги или взятки. Взятки я никогда не брал и не собираюсь брать. Это противоречит моим принципам жизненным, которые мне родители привели. И ради этого я не вижу, я считаю это низменным, идти на государственную службу для того, чтобы использовать ее в корыстных целях. Зарплаты государственного служащего, даже до высокого ранга, она недостаточно высока для того, чтобы, например, мне удовлетворить мои потребности жизненные. У меня гораздо выше потребности. Слава богу, я поработал в частном бизнесе, и мне это позволяет жить достаточно широко. Я не скрываю этого. Моя декларация опубликована. Я обеспеченный человек. Ну, в разумных пределах. Я далеко не олигарх, идея какой-то там крупной. Я не богач, но обеспеченный человек. В плане... И поэтому я совершенно не завидую людям, которые по своему статусу государственного служаща заняли более высокие посты, такие как, ну, я не знаю, представители, например, Совета Федерации, или министр, или представители Совета Министров, или даже президента. Нет, я просто знаю, что это тяжкое бремя. Это тяжкое бремя, и этому нужно посвятить всю свою жизнь. Какие бы блага с этими стояли, а, поверьте, их не так много, здесь стоит гигантский труд, гигантская ответственность перед народом, перед собой, перед своей семьей, и очень-очень много ограничений. Я 8 лет был членом Совета Федерации, я понял, что достаточно, я выполнил свою функцию, я добился и карьерных каких-то, значит, успехов, а сейчас я склонен добиться другого, в другом поприще, может быть, в главном поприще в своей жизни. Вот я родился Евгением Торло, я хочу быть просто Евгением Торло, это вот моя карьера. И я хочу попробовать то, что я не развил в юности, ну, занимаюсь больше учебой, зарабатыванием денег, построением государственной карьеры какой-то, юридической. У меня были музыкальные способности, в детстве проявлялись. В детстве я пел, потом, ну, сказать, сколько, 40 лет. Я никогда не пел, не занимался музыкой, ну, там, кроме каких-то застольей, или там, вот, редких, какие-то там, собрания у костра, мог обринчать на гитаре. Ну, а потом вдруг захотелось несколько лет назад попеть, что-то внутри было, хочется попробовать себя в творчестве, хочется что-то сочинить, но не так, чтобы вот это вот, всех заставить читать и слушать, а так, чтобы это людям хотелось это слушать или читать, или обсуждать. А это вопрос очень тонкий, это вопрос очень деликатный.